Добрый день, братья и сестры! Христос Воскресе! С праздником апостола Якова Заведеева, святителя Игнатия Валенчинина, епископа Кавказского! Я хочу вам сегодня зачитать проповедь митрополита Иоанна Снычева, покойного, о грехе пьянства и о традиции избавления от него. Сегодня вряд ли нужно пояснять, сколь злободневна и болезненна эта проблема для многострадальной России. Разрушенные семьи, брошенные дети, страшные преступления, неумолимая нравственная деградация и главное множество загубленных душ. Таковы сатанинские плоды, жестокость страсти, винопития. Борьба с таким пороком – дело трудное, и без помощи Божьей нелегко страждущей душе высвободиться из губительных оков. В связи с этим сегодня нам настоятельно необходимо разъяснение, каковы благодатные церковные меры борьбы с подобным злом. Только пламенная молитва верующего человека может снискать заступление и благодать Божию, которая крепче, нежели самая сильная воля, являет собой необоримую силу в борьбе с грехом пьянства. Обрести спасительную помощь может только глубоко верующий человек, имеющий в душе надежду на эту помощь и страх Божий. Вера в Бога лежит в основе исцеления от любого недуга, в том числе и от пьянства. Из глубины веков звучат для нас слова спасителя, обращенные к больной женщине. «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя» – Ивангелие от Матфея, 9 глава, 22 стих. Личные усилия молящегося русская православная церковь всегда поддерживала могучей силой церковной благодати. Традиционно в России при храмах создавались общества и братства трезвости, которые ставили своей целью помочь человеку в лоне Церкви Крестовой. В ее таинствах обрести спасение от этого зла. При этом средства в борьбе с пьянством были различны. И прежде всего, литургическая и домашняя молитва, совместное служение молебнов Божьей Матери, мученику Ванифатию и другим угодникам Божьим, постоянное слушание и чтение Слова Божьего дома и в храме. Но самым важным, как и в борьбе со всяким грехом, было очищение души через таинство покаяния и причастия. Таинство покаяния называется духовной врачебницей, является вторым крещением. В нем врачуются духовные болезни человека. Снимаются нечистоты души, и христианин получает разрешение греков, которые влекут человека вниз. Притупляют его ум, сердце и совесть, ослепляют его духовный взор, обессиливают его христианскую волю, уничтожают живую связь с Церковью и Господом Богом. Облегченный от бремени грехов, человек вновь оживает духовно и становится способным укрепляться и совершенствоваться в добрым христианском пути. Искреннее покаяние является источником и необходимым условием истинного исцеления от порока пьянства. Первые церковные общества трезвости появились в 1858 году. Позднее в 1889 году указом Святейшего Синода духовенству было официально предложено заняться организацией таких обществ. Этот призыв не остался без внимания, и по всей России стали возникать церковные братства, ставящие свои задачи в борьбу с пьянством. Каждое общество имело свой став, утвержденный местным архиереем. При вступлении в них каждый новый член давал на кресте и Евангелии Господу нашему и Спасителе Иисусу Христу торжественное обещание для спасения своей души. И благого примера другим не употреблять никаких спиртных напитков. В одних случаях желающий стать членом общества давал устный обет трезвости, а в других собственноручно писал заявление такого, например, содержания «Я, ниже подписавшийся, чистосердечно и неизменно вступают члены христианского общества трезвости и воздержания с условием строгого подчинения всем правилам и постановлением оного». Или «Помоги мне, Господи, в силу Креста Евангелия» в продолжении времени обозначается не употреблять никаких спиртных напитков для спасения своей души. И благого примера другим в этом же отношении. В обществе трезвости людей принимали на разные сроки, от шести месяцев до года и на всю жизнь. В церковно-приходских братствах прием происходил обычно в торжественной обстановке. На собрании вновь принятый получал образ местного святого, во имя которого и было учредено это общество. Затем имя трезвенника поминалось о здравии в празднике на Эктении. За нарушение данного обещания и устава виновны подвергались выговору в некоторых обществах денежному штрафу. А случаи повторных нарушений таких членов исключали из общества. Нарушение обета, однако, встречалось довольно редко. Вот еще некоторые примеры обязанностей члена общества. Трезвенник обязуется чаще посещать Храм Божий и непременно раз в год причащаться святых тайн. Каждый должен наблюдать друг за другом и немедленно объявлять священнику об уклонениях от трезвости того или иного члена. Всегда помни, гласило наставление, что больше и строже людей, наблюдая за нами наша совесть, которая страшно мучает нас за грехи, тайно содеянные. Самое же строгое наблюдение принадлежит всеведущему Богу, от Которого ничего не скроешь, ничего не утаишь, а за тайные грехи получишь только еще больше осуждения. Когда на тебя найдет помысл или желание пьянства, то читай Святой Евангелий или молитву Иисусову. Приминай также в этом случае всю пагубность и вредность пьянства. «Видишь крест на церкви? Думай так, Господи, Ты распялся за нас на этом кресте, за наши грехи пострадал. Как оскорблю тебя грешным пьянством? Плакать надо, а не пьянствовать. Видишь землю, думай, и я когда-нибудь в нее пойду, умру, и меня будут судить за грехи мои, а за пьянство гоше осудят». Утром встав от сна и вечером, отходя ко сну, целуй крест свой и вспоминай обещание. Всякий, нарушивший данное обещание, исключается из членов Александра Невского общества трезвости. Впрочем, если отпавший выражает раскаяние и сожаление о своем поступке, то после согласия всех членов общества, может быть, снова принят в него. Всякий трезвенник должен был брать из библиотеки Превоскресенской Церкви Духовные книги для чтения, в воскресные и праздничные дни посещать Храм Божий и особенно всеночные бдения, после которых при общенародном пении служил самолебен Спасителя Божией Матери или Александру Невскому. Всегда держи в памяти слова апостола Павла о том, что мы должны друг друга тяготы нести. Видишь, что твой брат трезвенник в нужде горе, помоги ему деньгами, советом, помоги всем, чем можешь. Глазил одно из правил общества. Будут над тобой смеяться, злословить, что ты записался в трезвеннике. Перенеси это кротко, больше таких случаев молчи. Помни всегда, что того, кто кого гонит и преследует на земле, ожидает великой мысль на небесах. Во всяком недоуменном случае обращайся за советом к священнику. Трезвенник должен был также воздерживаться от сквернословия и добрыми словами уговаривать родных и знакомых тоже бросить пьяную жизнь и записаться в члены братства. Нынче многие пытаются совладать со своими пороками, применяя иные средства – медицинские и психотерапевтические. Не вдаваясь в их обсуждение, скажу лишь, что такие методы есть принадлежность человеческого умения. И не имеют благодатной церковной силы. Благословение же Церкви принадлежит лишь тем способам, которые не изводят в душу страждущего грешника Божественную Благодать. Небесным невещественным огнем попаляет терния грехов человеческих. И дай нам, Бог, всем соделаться причастниками этого негасимого духовного огня. Аминь. Митрополит Иоанн Снычев. А теперь хочу вам зачитать о пьянстве святых отцов изречения, святитель Василий Великий. Пьянство есть начало безбожие, как омрачение разума, которым познается Бог. Пьянство Матери-Порока, противление добродетели, делает мужественно робким, целомудренно поготливым, не знает правды, отнимает благоразумие. Пьянство – утрата рассудка, истощение силы, безвременная старость, кратковременная смерть. Преподобный Ефрем Сирин – горе злоязычному, а вместе с ним и упивающимися. Они причисляются к убийцам и мучатся с прелюбодейцами. Светилиан Златоуст. Вер зла пьянства в том, что этот недуг делает для пьяницы недостойным неба и не дозволяет достичь вечных благ. Так что вместе с позором здесь и там ожидают страдающих этим недугом тягчайшее наказание. Опьянение есть не что иное, как неестественное, иступление души, извращение помыслов, недостаток рассуждения, отсутствие соображения. А это происходит не от одного опьянения вином, но и от опьянения гневом и непристойной похотью. Не от вина происходит пьянство, вино есть в создании Божие. А создание Божие не причиняет ничего худого, но порочная воля производит пьянство. Пьяница неприятен для друзей, смешон для врагов, позирается с лугами, отвратительен для жены, не сносен для всех, противнее всяких бессловесных. Не то худо, чтобы употреблять вино в меру, но предаваться пьянству и вследствие неумеренности утрачивать здравый смысл. Не от них пьяниц постигают наказание, но вместе с ними и соучастников их. И весьма справедливо, потому что за них себя губят и о спасении ближних не родят. Храм Божий – это те, в ком обитает Дух Божий. Храмом идолов являются те, которые оскверняют себя пьянством и невоздержанием. Дух Божий – это те, в ком обитает Дух Божий.